После трёх недель перерыва в сессионном зале парламента, казалось бы, должна закипеть работа. И за длительные каникулы нардепы могли бы утрясти все спорные вопросы, в том числе и кадровые. Но на практике Верховной Раде сегодня депутатской мобилизации не было, а ключевые вопросы снова рискуют остаться нерешенными. Почему? Об этом далее в сюжете. Не успели нардепы перейти к повестке дня, как у трибуны уже очередь главы фракции с заявлениями. И не столько законодательной темой задачи, насколько тарифной. Украинский уряд готовится поднять снова тарифы. И поэтому с 1 травня проводит процессы, которые избавляют тех самих субсидий от 20 до 40% людей, которые сегодня в Украине получают субсидии. Что они сбогатили за два года, чтобы их избавили? Нет. НАК «Нафтогаз» передав финансовый план до уряду для затверджения всех денег, которые снимаются из всех потребителей Украины, в том числе из людей, в виде платы за газ. И мы узнали из этого света, из этого финансового плану, что с 1 червня или с 1 липня будет на 65% подняте цен на газ для населения. И поэтому мы сегодня закликаем парламент. Они, кстати, себе заклали 1 миллиард гривен для 5 людей заработок платы и бонус на 2018 год. Негайно открыть работу темчасовой следственной комиссии. Они получают по 2-3 миллиона заработной платы, тогда, когда простые обычные украинцы согреваются, наполняя горячей водой двухлитровые баклажки. Мы зарегистрировали проект постановы с тем, чтобы создать временную следственную комиссию и расследовать целесообразность повышения затрат на содержание нефтегаза и выплат этих невероятных зарплат. Но коалицию больше, чем газовые, волнуют проблемы кадровые. У внутренней политики наша фракция закликает также добиться серьезных результатов, проголосовать за оновление ЦВК, нарешки вырешить питание за аудитором НАБУ. Правда, тот же вопрос Центра избиркома в стенах этого парламента поднимается последние несколько месяцев. Но дальше разговоров дело не идет. Мы считаем, что это голосование за ЦВК – подготовка к фальсификации, потому что наша фракция, представители практически выключены, у нас не представлены наши кандидатуры, хотя за квотным принципом у нас должны быть две кандидатуры в ЦВК от нашей фракции, потому что мы третий по количеству депутатов Верховной Рады. Проблема в том, что отсутствующий кандидат от оппозиционного блока обязательно должна быть выдержана резолюция парламентской ассамблеи в частности представления всех фракций. Какие бы это фракции не были – ОПО «Блок Батьковщина» или «Блок Петра Порошенко». Другое вопрос – 14 кандидатов на 13 вакансий. Но все они прошли комитеты, все должны быть проголосованы, но вакансий всего 13. Но в блоке Порошенко проблему с лишними кандидатами предлагают решать рейтинговым голосованием. Я не выключаю варианта, что кто-то отмывается. Есть такие чуткие, к сожалению, что кто-то отмывается от желания кандидатироваться. У нас ждет еще выступ каждого члена ЦВК в парламенте. У нас за отсутствие законов про оппозицию, тяжело будет выраховывать эту пропорционность. Рейтинговое голосование по членам ЦВК незаконное. Такое не в законе. Порушение процедуры оборудования ЦВК в будущем может привести до вызнания его незаконным. И как следствие – взорвать выборы. И я думаю, что это и есть план влады. Единственная возможность – дотриматься закону. В новом складе ЦВК должны быть представлены все политические силы, которые есть сегодня в парламенте. А не так, как хочет влада, что 10-15 будут контролированы владой. Если вопрос голосования за членов Центра избиркома и появится в сессионном зале, то не раньше четверга. И в этот же день у стен парламента обещают протест, но уже с требованием проголосовать законопроект о создании антикоррупционного суда. Антикоррупционный суд так же не имеет шансов появиться, потому что только в середу начнет заседать комитет, который будет рассматривать около двух тысяч поправок. Так же, как и закон про выборы, который имеет четыре с лишним тысячи поправок. Я автором целого ряда поправок. Меня еще не запрошили на рассмотрение в комитет. Это означает, что продолжает еще передний рассмотрение. Это означает, что мы безусловно до рассмотрения поправок в комитете еще не переходили. Поэтому я не уверена, что за этот тиждень это удастся сделать. Это уже похоже на такой политический маразм, что плохо влияет на репутацию парламента, потому что это выглядит как нещерость, и люди это очень хорошо чувствуют. Поэтому его нужно эти поправки сбивать, очевидно, где-то в блоки. Какие поправки нардепы успеют утрясти и успеют ли? Традиционный вопрос без ответа. А сегодня же до обеда нардепы по одному вносили в повестку дня законопроекты. Большинство инициатив провалили. Не захотели в том числе рассматривать и постановление о запрете трансляции чемпионата по футболу, который пройдет в России. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер.